Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы, отталкиваясь от текста книга Исход 6 глава 3 стих, зададимся следующим вопросом. Был ли Бог известен под именем Господь до Моисея, во времена до Моисея? В чем проблема? Книга Исход 6 глава 3 стих, мы находим такие слова. «Являлся я Аврааму» – это говорит Господь. «Являлся я Аврааму, Исааку и Якову, с именем Моим Бог Всемогущий». «Бог Всемогущий» – это по-еврейски Эль-Шадай. «А с именем Моим Господь» – Господь по-еврейски – это Яхве, в Синодальной Библии – это Иегова – не открылся им. В чем суть проблемы? На самом деле, в книге «Бытия» мы видим это имя Господь, Ягова – Яхве. «Бытие» – 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15. «Бытие» – 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9 и так далее. «Бытие» – это имя встречается множество раз в контексте истории про сотворение человека и про жизнь первых людей. Почему же в книге «Исход» 6 глава 3 стих Господь говорит, что Он не являлся Аврааму, Исааку, Иакову с именем Господь – Яхве и Ягова? Чтобы ответить на это недоразумение, на этот вопрос, мы должны вспомнить, что означает имя «Господь» по-гречески «Кириус», по-еврейски «Яхве». Это имя означает меру божественного милосердия, если, конечно, его можно измерить. Разве Авраам, Исаак, Иаков, они не наслаждались божественным милосердием? Дело в том, что каждое имя Божье, оно раскрывается в тех или иных событиях. А так как Авраам, Исаак и Иаков не имели своей земли, единственный участок, который приобрел патриарх Авраам, это пещера Махпела, пещера для погребения и участок земли, поле, некая поляна перед этой пещерой. То есть полного освобождения этой земли от хананеев тогда еще не было. И в 12 главе книги Бытия сказано, что хананеи тогда жили в той земле. Хотя эта земля была обещана Аврааму, что она освободится от семи народов, от идола поклонства, но освобождение начинается с исходом во дни Моисея. Точно так же, как имя создателя Бог, по-гречески Феос, по-еврейски Элогим, означает меру божественного правосудия. И это имя раскрывается в тех наказаниях, которые Господь может посылать нам. Сейчас можно сказать, что мы живем под этим именем, но это не значит, что так будет всегда. Однажды Господь может открыть свой лик, как милостивый, именно как Господь по отношению к нам. Потому что одно дело знать это имя, другое дело, как раскрывается это имя. Мы читаем в Новом Завете, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. И даже сказано, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. И в то же время Христос говорит, не всякий, говорящий «мне», то есть «Христу Господи Господи», войдет в Царствие Небесное. Люди могут знать имя Господь Иисус Христос, но они при этом не благоговеют перед этим именем, и значение этого имени в их жизни не раскрывается. И Господь им скажет, «Я не знал вас». Хотя вы говорили, Господи, Господи, но я не знал вас. Имя должно совершиться, раскрыться. И когда мы читаем Иисусову молитву и произносим сладчайшее имя Иисус, мы должны это делать со страхом Божиим и с верою. И мы понимаем, что имя Божие, как сказано в Ветхом Завете, это как крепкая башня, и правильно делает праведник, что убегает в нее. И если мы с верой произносим имя Бога, оно раскрывается в нашей жизни. И мы понимаем его значение для нас и для окружающих. Я желаю всем, чтобы сладчайшее имя Господа Иисуса Христа раскрылось в жизни нашей, чтобы мы произносили это сладчайшее имя с верою, надеждою и с любовью. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.